Дорога По статистике госавтоинспекции в России около 56 миллионов зарегистрированных единиц автотранспорта. То есть больше, чем для третьей населения страны, дорога – это территория дела, территория бизнеса этих миллионов людей. Вот о развитии этой территории мы сегодня и будем говорить в нашей программе. Статистика зарегистрированных транспортных средств меняется каждый год. Количество легковых и грузовых машин, автобусов, мотоциклов и даже прицепов растет ежегодно. Кровеносную систему экономики дороги лечат и даже расширяют. Знаковым проектом в Центральной России стал ЦКАТ – Центральная кольцевая автомобильная дорога. Московское малобетонное кольцо, к слову, как и большое, замкнулось в 60-х годах прошлого века. Строилось оно, как и многое в Советском Союзе, для военно-транспортных нужд. По нему должны были ходить ракетные тягачи, что, к слову, роднит эту дорогу с немецкими автобанами. Центр подмосковной Швейцарии, Звенигород, как драгоценную бусину, нанизали на эту кольцевую дорожную нитку. И когда движение по ней стало открытым, через красивый древний русский город заколесили многотонные большегрузы. Улица Московская практически берет свое начало именно с этого места. Здесь мы можем познакомиться с главным памятником, который позволяет нам обратиться в далекое прошлое. Это памятник Юрию Дмитриевичу Звенигородскому и Савве Преподобному. И отсюда же открывается вид на один из памятников архитектуры XIX века. Это храм Александра Невского. На улице Московской, замечу, здесь у нас одностороннее движение. И довольно удобно, я так понимаю, большегрузным машинам было пересекать Звенигород именно в этой его части для сокращения своего пути назначения. Потому что город расстраивается. Это очень много шума, это нарушает контекст той истории, которую мы доносим до наших экскурсантов. Чем привлекателен Звенигород? Это небольшой, подмосковный, провинциальный, как до сих пор принято считать город. Скат, центральная кольцевая автомобильная дорога, масштабный проект развития инфраструктуры Московской области. Основное ее назначение – разгрузка федеральных дорог. Сохранение памятников архитектуры и истории – задача сопутствующая. Тем не менее, продолжая говорить о Звенигороде, именно работники историко-архитектурного и художественного музея говорят о дорожном строительстве, как о большой удаче. Брат Москвы, Звенигород, родился на этом месте. В 14 веке он был равным по развитию тогдашней столицы и назывался Стольным Градом. Искусственно обвалованная территория стала огородом, то есть городом, князя Юрия Донского, позже Звенигородского. Здесь были и княжеские, и боярские дома. Девять веков стерли их с леса земли. От рождения города до дня сегодняшнего остался лишь Успенский собор, который строился как домовая церковь Юрия Дмитриевича. Подмосковные Звенигородские православные храмы стали хребтом местного историко-культурного наследия, о сохранении которого и заговорили во время проектирования центральной кольцевой автомобильной дороги «Скада». Ольга Желудкова проводит экскурсии по Звенигороду с 2009 года. Отмечает, что все больше семейных групп. Савино-Сторожевский монастырь – изюмином экскурсионной программы. Савино-Сторожевский монастырь – это архитектурный комплекс конца 14 века. Самая древняя постройка на территории монастыря – это собор Рождества Пресвятой Богородицы, который построен здесь в начале 15-го столетия. Архитектурный комплекс сформировался на протяжении нескольких веков. В конце 14 века монастырь основали, а в 17 веке было время расцвета и богатства монастыря, когда и сформировалась репостная стена. И постройки – это дворец царя Алексея Михайловича, царица на палату для его жены, звонница, трапезная. И вот практически в сохранности этот архитектурный комплекс представлен здесь и сейчас. Ну и, конечно же, это действующий мужской монастырь, который является Ставропагиальным. Каким образом православный мужской монастырь может быть связан с дорожным строительством? Если исключить сумасшедшее предположение о том, что монахи и послушники укладывают асфальт, то больше и выдумать сложно. Тем не менее, вот конкретный живой пример. Это Савино-Сторожевский православный мужской монастырь. На его территории находится Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей. Прокладка одного из участков кольцевой автодороги в Подмосковье сделала возможным проведение дорогих археологических раскопок. И теперь вот за этими белокаменными стенами хранятся редчайшие находки. Экскурсанты, приезжая сюда, в это историческое место, могут как посетить такое духовное место, сходить в собор действующий, так и прикоснуться к культуре, истории, искусству, посетив выставки, экспозиции музея и уже познакомившись с экспонатами. Дело в том, что фонды Звенигородского музея насчитывают более двух тысяч экспонатов. Но не все экспонаты, естественно, мы имеем возможность выставлять. Тем более, что постоянно фонды обновляются. Это могут быть как какие-то закупки по программе Министерства культуры, так и находки. Одной из таких находок и является известный Звенигородский арсенал, который был обнаружен в 2015 году во время археологических раскопок на месте строительства центральной автодороги. Это вещи для нас очень ценные. Поступили они к нам в 2015 году благодаря археологическим раскопкам, которые проводил Институт археологии Академии наук России в районе бывшего села Игнатьево. Работы носили спасательный характер, так как западная часть территории археологического памятника вошла в границы землеотвода под строительство транспортной развязки центральной кольцевой автодороги. Богатейший культурный слой необходимо было сначала исследовать, прежде чем постелить на него асфальт. Главное открытие ждало ученых в большой более 100 кубометров яме в западной части раскопа. Вся она некогда была подполом богатого дома бояра Елизаровых. Именно там, в подполе, спрятали походный и военный инвентарь времен Ивана Грозного. В течение целого сезона, весна, лето, осень, включая до декабря месяца, археологи, специалисты кропотливо исследовали сантиметр за сантиметр вот этот вот культурный слой. Обнаружили там огромное количество артефактов, предметов. Коллекция с этого памятника достигает порядка двух с половиной тысяч предметов. Это предметы из цветных металлов. Это бронза, медь, олова. Но есть предметы и из благородных металлов. Это серебро. Есть предметы импортные, пришедшие сюда из Востока. Конечно же, в первую очередь, хотелось бы обратить внимание на предметы вооружения. Это вот эти вот шлемы. Один из них здесь представлен. Уникальный шлем начала 16 века. Впервые в Подмосковье был уникальный кладовый комплекс. В его состав, среди прочих предметов, входили два русских средневековых боевых шлема. Один сейчас выставляется в Звенигородском музее. Найденные вещи датируются временем правления Ивана Грозного. Пролежавшие более четырех с половиной столетий в земле, они серьезно пострадали от коррозии. Над ними потрудились лучшие специалисты-реставраторы. И теперь многие находки доступны для посетителей музея. Этот шлем интересен тем, что здесь видны следы кожаной структуры. Это не что иное, как остатки кожаного чехла, чехола, который был шит специально для этого шелома, и в котором он хранился. То есть транспортировался вне боевой обстановки. Это такой уникальный случай для и российской археологии, и вообще для европейской археологии, когда шлем обнаруживается со своим родным чехлом. Предметы военного и бытового инвентаря найдены не по отдельности, как бывает на поле битвы. Это набор, продуманный до мелочей. Разнообразные детали шатра, крюки для подвешивания над огнем котлов, крюки для телег, цепи, кандалы. Все это лежит вместе с оружием. Все относится к одному времени. Коллекция позволяет восстановить детали военного походного быта в условиях жизни поместной конницы, вынужденной кочевать с места на место. В то время понятие дороги, это было что-то условное, конечно. Это были в основном, в то время для России, это были направления в основном. Это, конечно, были грунтовые дороги, есть каких-то отсыпок, удобства. И лишь только после Петровских или во время Петровских преобразований у нас появилось понятие дорог. Это обязательное мощение, обустройство необходимое, мосты. До этого, где проехали, там вот вам и дорога, где смогли проехать. Расцвет дорожного строительства, он приходится на 18 век. Это времена Петровских преобразований. Вопросы дорожного строительства актуальны сегодня. И, скорее всего, волновать жителей страны будут еще долго. Трасса А-107, так называемая бетонка, теперь остается в стороне. Тысячи машин, которые загружали городские дороги, поедут по новому участку цката. Звенигород – это древнейший город Подмосковья. Основан он был в 12 веке. Здесь сложились исторические ландшафты, очень ценные ландшафты. Здесь прекрасная природа вокруг. Не случайно Звенигород называют подмосковной Швейцарией, что сюда и привлекает большое количество туристов. Здесь уникальные белокаменные храмы стоящие. Вот здесь вот на городке на Звенигородском, в Савино-Старожевском монастыре. Это древнейшие храмы, сохранившиеся белокаменные здесь в Подмосковье у нас. Через Звенигород шло нескончаемым потоком движения многочисленных фур. И, конечно, город от этого страдал, что и говорить. Это загазованность, это шум, это вибрация, которая пагубно отражалась на памятниках архитектуры. Сейчас вот благодаря строительству ЦКАДа ситуация кардинально поменялась. Город наконец-то вздохнул полной грудью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова